здравия и процветания тема продолжает предыдущие темы но для начала отвечу на несколько комментариев под одним из видео алекс q видимо скучно имеется ввиду пишет что там опять про нелюбимых тобой котиков и собачек надеюсь нет сейчас послушаем уважаемый товарищ пожалуйста если не нравится то о чем я говорю ищи товар другом месте я говорю про котиков про собачек про крокодилов про енотов про кого посчитаю нужным я не говорил что я испытываю какую-то нелюбовь к котикам и собачкам я испытываю презрение исключительно к сумасшедшим людям которые вместо того чтобы заниматься духовным осознанием и развитием цивилизации тягают этих несчастных бессмысленных но и безвредных самих по себе котиков и собачек за хвосты кастрируют их создают им какие-то приюты создают им какие-то кошачьи собачьи города думают что вот вот это как бы и счастье я хочу чтобы сумасшедшие люди остали от несчастных животных чтобы люди кастрировали своих детей кастрировали друг друга если им уж хочется кого-то кастрировать лучше вообще может быть не кастрироваться заниматься чем-то более полезным поэтому все что я говорю нужно понимать не в разрезе какого-то мы какой-то моей нелюбви к животным а исключительно как констатация ущербности мышления людей сами по себе котики собачки ко мне сейчас когда я записываю это размышление на комп не прыгают блок своих на меня не кидают не чешут и никому не мешают и людям они тоже не мешают и было бы хорошо чтобы люди им тоже не мешали чтобы коты собаки сами собой плодились сами собой грызли сами с собой занимались своими делами а люди чтобы занимались чем-то что соответствует их умственным способностям изначально каждому человеку даны умственные способности и их можно потратить на то чтобы тягать котиков и собачьих за хвосты кастрировать их начесывать стричь делать им маникюр педикюр там еще какую-нибудь фигню а можно поставить направить эти умственные способности на построение чего-то более нужного более важного если это из того что я говорил ну как бы не стало понятным и очевидным то но у меня возникает вопрос зачем тогда смотреть слушать мои видео тогда иди слушай что тебе больше по душе следующий 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 кто у нас тут на очереди дмитрий 22 добавил комментарий молодец знаком восклицания смеющиеся рожицы и так далее ну как сказать я эти видео записываю не то чтобы вот вкладывая в них как бы все силы и все свои размышления просто это о некоторых насущных важных темах и записываю достаточно на скорую руку по-настоящему стараться пока нет смысла поскольку зрителей там пара сотен если наберется то уже хорошо а так особенно серьезного отклика очень мало поэтому соответственно если будете помогать репостить будет контент ну по настоящему лучше следующий комментарий кадик кирга добавил комментарий 1000 плюс восклицательный знак извиняюсь может быть я отстал от жизни но я несколько не понимаю что имеется ввиду если как бы не знаю это некое одобрение того что я говорю видео то просьба порепостить соответственно видео если это как бы просто цифры то не совсем понимаю к чему они здесь следующий благ кросс добавил комментарий 926 захария сичин похожая история но я могу ошибаться если будет возможность ознакомьтесь кто это понимаешь дорогой благ кросс вот живут так занимаюсь альтернативной историей пишу книги записываю тысячи видео на эту тему и не знаю кто такой захария сичин вот 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 реально можешь себе такое представить живя среди людей пользуясь интернетом перечитав сотни книг по альтернативной истории альтернативной археологии лично знакомясь со многими людьми которые этим занимаются общаясь споря с ними с кем-то более по нормальному взаимодействует прям не знаю кто такой захария сичин кто это такой кто же это может быть такой захария сичин какой-то если откинуть шутки захария сичина я читал уже достаточно давно и еще в моем переводе с комментариями тайной книги иоанна упоминается ссылки на захария сичина во множестве видеозаписей которые у меня есть я говорю и высказываю какие-то свои размышления по поводу захария сичина и вообще захария сичин это был один из первых альтернативных исследователей которого я читал я читал его и лестница в небеса и другие его книги 12 планета понимаете по официальной фигне у нас еле восемь планет насчиталось одну планету вообще исключили из состава а у захария сичина аж 12 планет и в плане фактологии в плане того ну чё захария сичин пишет вот там южной америки есть руины вот как их могли сделать местные жители вот местные жители их не могли сделать вот европейцы это свидетельствовали вот там символика которая соответствует шумерской символики или хетской или какой-то другой и соответственно захария сичин делает какие-то свои выводы что касается того когда он описывает какие-то явления и предметы которых не могли сделать местные жители но поскольку они там есть то кто-то их видимо сделал то это очень важная информация которую я достаточно качественно изучал и не раз упоминал в общении с другими людьми я естественно ну рад что такие книги есть и они для меня как важный источник который я могу показать что вот типа ребята не я это придумал вот до меня еще за десятилетия захария сичин эрих фон деникин и ряд других исследователей про это или нечто похожее писали что же касается выводов которые делает захарий сичин я них не сказать чтобы прям в ужасе сейчас смотря на многих как бы наших альтернативных историков я от них прихожу в ужас и в сравнении с ними захария сичин святейший ангелочек который вообще чист и безгрешен но если с точки зрения объективности смотреть вот захарий сичин перевел некоторые шумерские тексты и библейские тексты несколько на свой лад и говорит что значит прилетели на землю анунаки и значит они создали по сути дела цивилизацию на земле и снова же поймите когда он описывает что значит найдено в египте некая штуковинка которая может быть моделью или макетом или воспроизведением какого-то технического устройства он показывает фотографию этой штуковинки он показывает чертежи он показывает много чего еще другого что я тут могу сказать честь ему и хвала и хорошо что он это сделал иначе мне самому пришлось бы это все делать а так я могу просто взять картинки взять часть его какой-то фактологии сослаться на него естественно и сказать вот смотрите в египте найдена штуковинка вот это самое в этом плане да но ни на какой из этих штуковинок не написано мады и не беру анунаки это сделали ни на какой из этих штуковинок нет прямых или косвенных указаний на анунаков захария сичин как позднее андрей скляров они тянут историю о том что цивилизацию на землю принесли именно пришельцы с других планет и на этот счет тоже у меня всякие данные есть по одним нюансом я могу согласиться что контакты с представителями других планет у жителей земли естественно были но я сторонник того что на земле была своя высокоразвитая цивилизация которую сюда не занесли какие-то пришельцы которая была здесь создана местными людьми и на этот счет есть много разных прямых и косвенных данных и как варианты можете почитать практически все классические мифологии там боги как правило являются прямыми родоначальниками человеческого народа и там боги имеют серьезную связь стихиями на земле соответственно если бог является богом земли он не может быть пришельцем поскольку он был бы богом земли на не беру и как бы как он мог бы повелевать стихии земли на земле понимаете это бред какой-то и соответственно если зевс громовержец и бог атмосферы на земле то он тоже не может быть представителям не беру подскольку ну как бы как то есть если брать древние тексты там объясняется что есть отдельно древняя высокоразвитая цивилизация есть отдельно высшие существа ну и объясняется как они все взаимодействовали я об этом во множестве видео рассказывал рассказываю и буду рассказывать но я не говорю что нету не беру я не говорю что на землю не прилетали анунаки единственное что я утверждаю со стопроцентной уверенностью что анунаки не были создателями ни человечества ни человеческой цивилизации захария же сечин наоборот как раз и утверждает что анунаки и человечество взяв за основу обезьян доработали и соответственно вообще людям дали всю цивилизацию поэтому в плане каких-то деталей когда он вот находит артефакт и говорит вот ну откуда у древних это знание откуда возможность создать этот артефакт или откуда вы какие-то знания на основе которых этот артефакт создан дальше он разбирает постройку в некоторых книгах египетских пирамид храма соломона бальбека и много чего другого и тоже задается вопросом как если никак как это могли сделать древние примитивные люди допустим не знаю под какими угодно пытками под какими угодно розгами каких угодно надсмотрщиков как ну там рабов египетских не хватило бы а если бы их было много они бы не поместились там чтобы компактно тянуть блоки короче захарий сичин приводит тоже как и многие другие исследователи которых я хвалю в плане частности но критикую в плане общей целой теории какой-то он приводит очень много размышлений которые я изучаю которые я принимаю к сведению и иногда использую подтверждение как раз физических материалов так что по захария сичина это вообще отдельная тема которую по сути дела можно разбирать на протяжении многих часов записывая вообще отдельные видео отдельные даже правильнее наверное записать по отдельному видео на каждую из прочитанных мной его книг и если может быть вы уважаемый пользователь познакомились с книгами захария сичина пара дней назад то я познакомился с этими книгами и изучил их и прочитал их более десятилетия назад поэтому как бы спасибо за напоминание о том что захария сичин такой действительности существует следующий комментарий от пользователя дом сматрон братьев акробатиев слушаю больше из-за твоих афоризмов а также альтернации альтер каналы новомодные даже не смотрю ну и так дальше то есть как бы поймите я не рекомендую кому-то вот обязательно смотреть всякие альтернативные каналы с одной стороны с другой стороны ну если хотите познавать вообще какую-то тему то лучше набрать побольше информации по этой теме и естественно я там могу сказать вот эту теорию я поддерживаю вот эту не поддерживаю это имеет доказательства по ведом это не имеет поскольку ну даже если говорить о альтернативной истории в целом для начала нужно знать по крайней мере официальную историю если вы не знаете официальной истории то что для вас есть альтернативная история откуда вы она у вас может взяться если вы официальную историю не знаете то есть для того чтобы говорить о альтернативной истории для начала нужно хотя бы школьные учебники по истории прочитать и дальше если вы интересуетесь уже более основательно альтернативной историей то естественно нужно и сичина и склярова и деникина и хэнкока и всех других исследователей каких найдете даже самых сумасшедших читать и анализировать и понимать в чем они сумасшедшие а что они реально подметили то чего не подметили другие исследователи и короче говоря но это наука которая требует множество материалов и множество осмыслений этих материал поэтому как бы я с одной стороны не то чтобы прям рекомендую вот всяких там слушать но с другой стороны ознакомиться со основоположными какими-то материалами естественно рекомендую естественно у каждого исследователя есть какие-то свои недоработки и но надо все это анализировать потому что например тот же ведущий канала айспик альтернативная история северного причерноморья и крыма он изъездил множество мест множество стран не такое на самом деле великое множество но так или иначе и по сути дела если бы выйти с ним на контакт приставить его к стенке и и хорошем смысле слова я ничего плохого тут не имея ввиду имея ввиду приставить его к стенке фактами о том что его теории несостоятельны и если он как честный человек согласиться с этим и решит как-то поменять свою стратегию и изучать уже в ведическом контексте то он мог бы много чего полезного интересного сделать и его размышления и некоторые практические наблюдения за теми местами где он побывал они тоже важны единственная проблема что пока он все эти данные подстраивает под свои достаточно такие сомнительные концепции по которым вот все на земле меняется буквально чуть ли не в секунду то есть у него и времена пушкина были не временами пушкина и времена екатерины не временами екатерины и там аполлону поклонялись прям чуть ли не в петербурге прям чуть ли не петр первый и вообще жуть какая-то понимаете жуть вообще тупиковая жуть которой нет места в этой реальности искажатели истории никогда не будут впадать совершенно какие-то сумасшедшие искажения посмотрите что творится сейчас с информацией о войне на востоке украины информация о войне на востоке украины она объективно присутствует как в украинских как в российских так и в европейских и любых других источниках не в россии не на украине не в америке не говорят что на востоке украины мир датишь да гладь да божья благодать и там милые бендеровцы мило общаются с местными днр овцами и обнимаются с русскими медведями и вместе пьют водку заедают салом играют на балалайках никто такого бреда не говорит никто не отвергает сам факт конфликта на востоке украины единственное что одни говорят что это типа конфликт внутри государственной украины другие говорят что естественно там есть присутствие российских военных российской техники российское спонсирование и российское идейное вдохновительство этого всего третье как бы может быть более обтекаемо просто говорят ну вот какая-то неизвестная типа война по неизвестным причинам но просто люди там сейчас воюют и говорят о войне просто как о факте не вдаваясь в причины не вдаваясь в то кто это все организовал и кто с кем фактов наличие самой войны никто не отвергает фактов того что в принципе на территории украины возникли какие-то государственные образования которые не подконтрольны киеву тоже никто не отвергает фактов сотрудничества и дружбы этих государственных образований с российской федерацией тоже никто не отвергает в том числе и сами создатели ДНР и ЛНР посмотрите на флаги которые есть у ДНР и ЛНР на герба их это отнюдь не вариации на тему герба украины это как раз вариации на тему герба россии то есть как бы чё еще надо это не вариации на тему герба белоруссии герба не знаю турции какой-то венгрии грузии молдавии румынии это как раз вариации на тему герба российской федерации то есть дальше уже думающий человек может сам делать выводы сам что-то понимать но как бы сам факт войны никто не отвергает также никто не отвергает факт того что была вторая мировая война снова же проблема в том что по-разному ее трактуют послушать про путинские средства массовой информации то вторая мировая война это война советского в первую очередь русского народа против гитлеровской германии против фашистов послушать соответственно те точки зрения которые более популярны на украине это война одного диктатора против другого диктатора в ходе которой погибали народы которые совершенно не хотели участвовать в этой войне послушать американские источники так это вообще война в Европе в которой американцы в конце пришли и навели порядок и соответственно про американские средства информации будут указывать на то что американцы победили японцев на то что американцы по ленд-лизу помогали советскому союзу и на то что американцы в конце войны все-таки в эту войну вступили но это можно трактовать по совершенно разному например насколько вообще война Америки с Японией была связана с войной против гитлеровской Германии тут вопрос хороший да какой-то союз между японцами и гитлеровцами был но вот почему-то японцы так и не напали на советский союз получается что пока гитлеровская Германия решала свои вопросы с Францией с Британией с советским союзом японцы спокойно себе решали свои вопросы с Китаем и соединенными штатами и плевать хотели на цели и задачи Германии видимо союз не такой уж был и основательный и насколько эти две войны вообще можно совмещать в одну войну и говорить что и война соединенных штатов и других стран против Японии и война советского союза Франции Англии и других стран против гитлеровской Германии и ее союзников это одна и та же война тут тоже вопрос трактовки но сами события сами факты никто из историков не отвергает поскольку их невозможно опровергнуть это факты были люди некоторые из них еще живы те кто были участниками этих событий пока были живы передавали свои воспоминания детям внукам и в принципе более менее люди знают о том что тогда было люди естественно ничего не знают и не понимают что было причиной этих процессов люди не знают и не понимают кто помогал Гитлеру прийти к власти кто помогал и натравливал одну страну на другую кто все-таки стимулировал Гитлера напасть на Советский Союз а не быть с ним в каком-то альянсе почему так или иначе действовала та же самая Америка почему она то не спешила вступать в войну а то все-таки вступила все это вопросы трактовок вопросы каких-то закулисных или колуарных в ситуации которые остаются от народа за кадром но так или иначе война была так или иначе Советский Союз и его союзники победили гитлеровскую Германию и ее союзников какой ценой почему зачем и как вопрос трактовать и искажения вносятся в сами трактовки например известна война против Емельяна Пугачева известна так называемая Великая Смута которые были в Российском Царстве в Москве но чем это было гражданской войной в действительности всего лишь бунтом или войной кланов войной государств может быть даже был ли Емельян Пугачев всего лишь смутьяном и бунтарем или потомком какой-то царской династии почему понадобилось переносить столицу из Москвы в Санкт-Петербург что стало причинам развала Речи Посполитой все это вопросы которые тоже требуют отдельного размышления а голые факты сами по себе их даже особо и подделывать не нужно они есть но без правильного понимания их контекста они и не туда и не сюда вот сейчас тоже каждый из вас знает в принципе что происходит в вашей стране что происходит в других странах но не зная контекстов не зная планов мирового правительства вы не можете правильно как-то собраться и понять что нужно делать и делать это то что нужно делать получается знаем только внешне происходящие процессы не зная их причин ну в принципе вспомните диалог Мировингена и Нео когда Нео послали к Мировингену говорят забирай там определенного персонажа а Мировинген говорит да ты же вообще не знаешь зачем тебе этот персонаж куда тебя ведут и к чему это все вообще это что это и к чему это значит не имеешь власти над процессами значит всего лишь часть процессов а не тот кто эти процессы формируют ну вот так и современные люди их посылают куда-то делать что-то и им говорят вот все вы должны пройти что-то все вы должны получить что-то и соответствовать чему-то но зачем это настоящего понимания ни у кого из обычных людей нету значит нету власти ни над своей жизнью ни над ходом развития цивилизации в целом так же само не было власти у рядовых каких-то граждан или даже солдат советской армии или гитлеровской Германии просто почему-то одних послали воевать против других почему-то давались какие-то приказы какие-то войска чуть ли не намеренно уничтожались а может в действительности намеренно уничтожались а может уничтожались просто потому что не было качественных офицеров все это остается гадать все это уже дела трактовок дела другие а факты есть трупы есть поврежденная военная техника есть вторая мировая война она в действительности была вот только чем она была это вопрос петр первый в действительности был вот только как бы снова же чем он был и кем он был это вопрос когда люди подобные Фоменко Насовскому автору канала альтернативная история северного причерноморья и крыма и другим подобным когда они пытаются опровергнуть существующие давно установленные факты они чинят то что не сломано вот в плане техники есть такое понятие что то что не сломано не стоит чинить но это логическое понятие одно дело если вы хотите чем-то проапгрейтить компьютер или другое какое-то устройство но знаете у меня был такой пример один человек просто решил как бы починить компьютер точнее не починить а профилактировать компьютер решил смазать там вентилятор решил убирать пыль в принципе правильно однако когда он вынул карту оперативной памяти из слота где она стояла и вставил ее обратно оказалось что она уже не работает оказалось что один из контактов которые там есть по соединению платы оперативной памяти с гнездом он там видимо как-то отсох металлическая его часть отсохла ну сам контакт как бы отсох от самой платы оперативной памяти и когда повторно он вставлялся в гнездо он просто оттуда как бы отломался и все уже понадобилось другую карту памяти ставить то есть вот пример то что то что не сломано не нужно пытаться чинить так тоже и с историей история сломано в плане трактовок а не в плане фактов в плане фактов в плане фактологии в плане археологии все что нужно, оно скрывается на виду. Все, что нужно для понимания истории Древней Руси и других стран, оно скрывается надежнейшим способом в Центральных археологических исторических музеях каждой из стран. Вот в Одессе очень много артефактов прямо скрываются в Одесском археологическом музее. Множество интересных артефактов, надежнейшим способом скрываются на Центральных витринах Московского исторического музея. Я не оговорился, они в действительности скрываются, но не в плане, что на них нельзя посмотреть, а в плане того, что создано такое информационное пространство, в котором люди сами не стремятся на них посмотреть. Максимум, какие-то стремятся возле них пофоткаться, или как бы просто посмотреть, чтобы поржать над этими древними, но чтобы посмотреть, проанализировать. Сторонникам официальной истории это не надо, у них уже все в учебниках сказано, а сторонникам альтернативной тоже не надо, поскольку у них все с Нибиру пришло, и как бы что смотреть на эти музеи, что смотреть на эту официальную историю. Все же с Нибиру пришло. 200 лет назад ядерная война, тут Анхамон с Чингачгуком воевали, и значит цивилизацию загробили, и похоронили под слоями глины. А все это сейчас масоны вырезали, сейчас масоны с рептилоидами все артефакты в музее понасоздавали. Вот в этом-то и проблема, что созданием таких трактовок артефакты скрываются. Ладно, идем дальше. Опять от Алекса Ску, видимо, скучного. И в действительности очень скучный комментатор. Наверное, самый скучный из всех моих комментаторов. Сва-небеса, тика-движение свастикой изображали в древности движение звезд, галактик, вселенной, например, вся Индия в свастиках, ну и так далее. А то я не знаю, вот прямо. Вот издал брошюру «Священные знаки славян» годами и сам носил, иногда ношу знаки свастического толка. И союзникам делал соответствующие комплекты оберегов, где использовались. И многократно тоже и в орнаментах использую околосвастичные и свастичные элементы. И вот прям не знаю, чего означает свастика. И прям хиневичскую брошюру и его трактовку, которую он в своих книгах дал. Вот прям не знаю. И прям не смотрел множество изображений свастик в тех же музеях. Вот, товарищ скучный, ну не будь таким уже скучным, посмотри хотя бы контент моего канала, ознакомься с моими книгами, а тогда уж и пиши. Еще один комментарий от товарища скучного. От Каина пошли злые, от Авеля пошли добрые. Потомки Каина и Авеля до сих пор воюют между собой. Какого фига? Это уже ты не просто скучный, а уже какой-то вообще неправильный, поскольку от Авеля никто не произошел. Авель откинул копыта и раскинул их по всему саду, где они там обитали. Еще до того, как от него кто-либо произошел. От Каина кто-то произошел исключительно по той причине, потому что Каин позднее переселился в другую местность, как я считаю, на другую планету, где и дал потомство уже с местными населениями, с местными женщинами, с местным населением. Авель, от Авеля никто не произошел, он помер. Позднее у Адама и Евы, возможно, с участием Иеговы был другой сын, и от него уже типа и произошли все остальные библейские патриархи. Поэтому, пожалуйста, перед тем, как писать мне эти комментарии, ознакомься хоть с чем-нибудь достоверно. Мне что-то это, ознакомься с моим контентом. Пытаешься Библию как-то интерпретировать, ознакомься с Библией, пожалуйста. Не знаю, хоть Библию для детей. Найди свидетелей Иеговых, попроси у них книгу библейских рассказов для детей и хоть это прочитай. Мультик может какой-то по Библии посмотри. Пожалуйста. Не надо больше такого писать. Комментарии от Дона с Матрона. Новогодо беснуются новогодние человеческие существа. Два палец вверх, значит, у них есть лишняя энергия для того, чтобы скормить ее Новогода бесом. Сердечко два пальца вверх. Ну да. Так я же как бы поэтому их критикую, что они бесов всяких кормят своей энергией. И не только своей, допустим, меня отвлекают. Я что-то хочу посмотреть, послушать, записать, возможно, для вас какие-то осмысления. А они там стреляют днями и ночами, как будто бы реально конец света хотят устроить. Достали уже. На войну бы пошли. Там бы постреляли. Чего это здесь, в мирном городе, стрелять? Есть линия фронта, есть другие какие-то места, где нехорошие люди обитают? Вот туда можно пойти пострелять с пользой для дела, с пользой, если не для человечества, то, по крайней мере, для своей страны. По крайней мере, там стрельба к месту. А вот тут стрельба не надо. Люди сами, как бесы, себя ведут, стреляя, напиваясь, гадя природу. И типа они новогодствуются. Ещё комментарий под тем же видео. От того же самого Дона с Матрона. Насчёт антиваксеров не понял. Запиши отдельный ролик, если не трудно. Я так понял, ты дал себя что-то там сделать. И так далее, и тому подобное. Но говорят, что душа на душу влияет, она гаснет, всё такое. Звучит, конечно, сурово. И всё такое. Уважаемый товарищ Дон с Матрон, смотрите внимательно и слушайте тоже внимательно. Я нигде не давал вам права за меня что-то там думать и что-то там предполагать. Что касается моих каких-то действий, то мои действия. И что касается моего анализа сериала «Ведьмак» и того, что происходит там. Во-первых, некоторые фразы я намеренно в немного юмористическом ключе произношу. Поэтому уж как бы... Чего придираетесь. А с другой стороны, тема эта достаточно объёмная и сложная. Её надо разбирать отдельно. Всё же за меня прошу не надумывать, что я принял, что я не принял и сторонником чего являюсь. Я отметил, что существует сейчас некоторый тренд, в контексте которого нужно было бы показать, как Геральт колет Цири сам лично и ещё колет её и второй доза, и третьей, и четвёртой, и пятой бустерной. Ну, если Netflix, они в основном всё по трендам делают, у них там и ЛГБТ, и равенство, и братство, и все нации, то тогда и эту тему нужно было показать как-то так. Там показали, как Геральт не даёт кое-что сделать с Цири, поэтому я сказал, что это просто не соответствует современным трендам. Я не сказал, что это не соответствует моим каким-то воззрениям или ещё чему бы то ни было. Просто анализ современных трендов в несколько юмористическом ключе. Не надо искать лишний смысл там, где его нету. А смысл вообще обзора Ведьмака в том, чтобы какие-то фанаты Ведьмака притащились на канал и начали смотреть и слушать другие видео. Вот и всё. Ну, и ещё анализ каких-то современных трендов и того, чего людям пытаются навязать. В остальном абсолютно бессмысленная штука. Дальше. Кто тут ещё есть и чего он ест? Наговорил уже всех этих ответов на 40 с лишним минут. Уже и основную тему поразбирать не смогу. А, ещё комментарии от этого же самого Дона. «Хэх, когда голос исказил, я прямо представил театр кукол, такой кукловода, который их озвучивает. Возможно, тебе стоит попробовать себя в данной роли». Да не стоит мне это пробовать. И, коли интересно, сам бери и пробуй. И это самое. Я просто снова же сделал несколько искажённый голос, для того, чтобы просимволизировать им какую-то или какого-то мелкого человечка, который, еле научившись говорить, пытается сказать, что Бог един и все религии по-своему хороши. Для того, чтобы исключительно подчеркнуть своё отношение к данному высказыванию. Поскольку я считаю, что для какого-то серьёзного, нормального человека, данное высказывание недопустимо. Можно по-другому сформулировать, что в каждой религии есть какие-то здравые вещи. Можно уточнить, что в каждой религии бывают какие-то святые, которые в действительности, несмотря на религию, а иногда и вопреки своей религии, достигали каких-то духовных аспектов совершенства. но говорить о том, что все религии в принципе ведут к одному и тому же, говорить, что все они от одного и того же Бога, это ложь и это бред, и это может только или заведомо лживый человек, или как бы мелкий, который вот чуть-чуть чего-то понял, но глубинно ничего не понимал, ну или как. поскольку, если реально почитать то, к чему призывает буддизм и то, к чему призывает христианство, совершенно разные вещи. Посмотреть заповеди, которые даны Иисусом и Мухаммедом, а параллельно с тем заповеди, которые даны Моисеем, совершенно разные вещи. У Иисуса все нацелено на собственное духовное совершенство, развитие собственной божественности. И в частности, если посмотреть около христианских гностиков, многие из них открыто говорили, что я там уже в несколько раз превзошел Иисуса, а я уже достиг уровня Иисуса, а я скоро достигну уровня Иисуса. И они это говорили отнюдь не в насмешку, а просто они считали, что Иисус был определенного духовного уровня и пытались догнать перегнать. Если Иисус своим последователям говорил, вы боги, сыны Всевышнего, все вы, единственное, что он им уточнял, что поскольку они в том состоянии, в котором есть, им надо духовно развиваться, чтобы кем-то стать, а не просто чем-то. Но потенциально каждый может. И вот околохристианские гностики как раз и пытались этот потенциал реализовать. современные какие-то товарищи, они просто вообще не выдаются в подробности. Современное христианство слепило Иисуса с Моисеем, создав христианство, где есть новый и старый завет. А у Давида, у Соломона там вообще свои были представления жизни, вообще свое учение, которое и не Иисусова, и не Моисеева. И это тоже прилеплено как-то там. Короче говоря, да, можно предположить, что все-таки библейские пророки, они призывали, ну, в большинстве своем, по крайней мере, людей к почитанию Иеговы, но Иисус призывал отнюдь не к Иегове, к Саваоту, а соответственно Мухаммед призывал к Аллаху, который может быть даже самим Мухаммедом несколько и отождествлялся с Иеговой, но изначально отнюдь не являлся каким-то аналогом Иеговы. Дальше еще тоже комментарий от этого Дона Сматрона, это комментарий под видео Единый Бог, существует вопрос размышления о концепции Единого Бога, которому поклоняются разные религии. Тут он уже пишет целый небольшой Талмудик. Это к тебе не тот парень с канала Небесный Отверт случайно обратился. С такими людьми разговора не хватит, они имеют свой мистический опыт и разубедить таких не представляется возможным, к тому же они привязаны к христианскому инфополю, очень крепко и черпают оттуда энергию. Уважаемый комментатор, мне все равно откуда они чего черпают, это их личное дело. Нет, какой-то вот этот небесно твердый товарищ ко мне не обращался. Если бы он обратился, я возможно записал бы видео на тему того, как вообще в 21 столетии могут существовать плоскоземельные и небесно твердые особи. Мне казалось, что там где-то они уже должны быть в музее рядом с мамонтами, они вроде говоришь, каналы на ютубе ведут, а как же каналы, как же интернет, если твердь у них, если небо у них твердое, земля плоская. Ну, тогда надо и на плоских дощечках все писать, на скрижарях глиняных, как древние шумеры, чтобы уж точно все было плоским. Зачем это современные адские технологии трогать? Не надо, не надо. Не надо таким людям к компам подходить. Объясните им, то, что им не надо. Людей много есть, кто-то к одним эгрегорам, кто-то к другим, кто-то к третьим, и туда им дорога, если они выбирают туда свой путь. Я говорю то, что считаю важным, и тут у меня есть свои местные сторонники того, что Бог один, а просто разная религия по-разному ему поклоняется, и вот этим местным сторонникам. Понимаете как, мне, когда я к этому человеку прийду, мне лень сидеть перед этим человеком час и объяснять ему, с учетом того, что этот человек через этот час все же и забудет. А если не забудет, то, по крайней мере, все равно не сможет полностью понять то, что я говорю. Поэтому я записал свое размышление, я прийду к человеку, открою свое же видео и скажу, опять начинаешь про единого Бога всех религий, вот тебе мое размышление, умеешь его опровергнуть в целостном или в частном, давай тогда говорить, не сумеешь, давай тему с единым Богом всех религий похороним где-нибудь глубоко под чернобыльским реактором. Ну и также я сейчас планировал продолжить все эти темы, а тема там и по библейским всяким ангельским существам и по тому, что в принципе невозможно современные религии привести к какому-то единому знаменателю. Слишком они различны и слишком разнонаправленны. Дальше он пишет «У тебя тоже свой мини-эгрегор ютуба, но он очень мал по сравнению с христианским». Я не являюсь ни создателем, ни распространителем эгрегора ютуба, у ютуба есть свой эгрегор, а у меня не эгрегор, у меня нечто другое, поэтому не надо мне приписывать, и я не работник компании ютуб, ни какой-либо представитель компании ютуб, то, что у меня канал на ютубе, ну и что, есть и другие какие-то места в других каких-то соцсетях, есть и книги и так далее. Короче говоря, снова, не надо вместо меня отвечать и приписывать мне свои трактовки моих каких-то действий или выводов или еще чего бы то ни было. Лучше просто сделать пару репостов моих видеозаписей. Уже на час практически только наговорил тем, что касаюсь всех этих комментариев. И то не все комментарии разобрал, и то не полностью на них ответил. По тому же Захария Ситчину можно очень много чего говорить и как вариант Захария Ситчин например предполагает сначала он предполагал что Иегова это один из анунаков а позднее он сделал такое предположение что анунаки это собственно как такая высшая раса на Нибиру а вот Иегова это искусственный интеллект который летает по вселенной и соответственно зарождает на разных планетах жизнь подобную Нибируанской или земной конечно же изначально Иегова по ведическим текстам ни разу не искусственный интеллект но с другой стороны если в продолжении моим размышлением о том почему Иегова то вполне во плоти приходил к Аврааму и ел с ним и пил с ним и видимо тоже ходил рядом под кустик как и сам Авраам а позднее уже не мог во плоти приходить ну тут можно предположить может быть Иегова со своими ангелами или заразился какой-нибудь заразой или постарел или еще что-то такое произошло и вполне возможно что позднее сознание Иеговы или было перезаписано в компьютер корабля или еще как-то так то есть под конец возможно что Иегова и стал чем-то похожим на искусственный интеллект но все-таки изначально сам по себе Иегова не был искусственным интеллектом тем не менее искусственный интеллект будет искусственный интеллект уже начинает появляться и с этим все очень-очень сложно советую пока в преддверии каких-то дальнейших моих размышлений сходить на не не подумайте плохого не на три буквы на канал злой эколог и он там вообще-то не злой вполне себе добродушный такой дяденька ведет сказания свои и по многу его слушают вот уже 18 тысяч шестьсот девяносто девять просмотров на его интересном видео главную тему для обсуждения в новом году в России обозначили представители глобалистов так называется его видео с которым я ознакомливался сегодня в котором говорится про искусственный интеллект и про околорелигиозные какие-то ощущения и размышления в связи с искусственным интеллектом вот тут есть над чем призадуматься есть о чем поразмыслить пока же желаю успехов каких-то хоть в чем-то ну например успехов в том чтобы делать репостов побольше например успехов в том чтобы не задавать тупые вопросы а задавать мне какие-то интересные вопросы отвечать на которые мне самому будет интересно и ответы на которые будет интересно слушать другим каким-то слушателям а то вот некоторые вообще пара циферок или букв каких-то пишут и и что с ними делать или вот обижаются что я котиков не так воспринимаю или собачек там при том что намеренное искажение и моих слов и контекстов в котором эти слова были произнесены так или иначе успехов так или иначе ознакомьтесь с теми предварительными материалами которые уже выложены на канале там много материалов в частности из музеев и по библейской тематике и по всяко разному успехов скоро будут новые размышления и так или иначе Продолжение следует...